Уважаемые братья, мы не сможем с трепетом делать салават за пророка, и не сможем с трепетом, со всей глубокой до конца искренностью делать за него салават, пока не поймем, кто он, за кого мы делаем салават. Кто такой пророк Мухаммад, саллаху алейхиму ассалям. Поэтому сегодня я бы хотел, чтобы мы еще с вами больше полюбили посланника Аллаха, саллаху алейхиму асалям, и старались, спешили делать за него салават. Какое наше с вами отношение будет с пророком после смерти. В этой жизни мы знаем, Пророк Мухаммад, салам алейсалям, пришел с сунной, в этой исследовании, салам алейсалям, есть хадисы, есть, а какое наше с нами отношение в день суда будет с посланником Аллаха? Я бы хотел, пожалуйста, попросил бы каждого из вас, чтобы вот эту лекцию сегодняшнюю мы прочувствовали сердцами. Это не какие-то сказки, это не рассказы из книжек, это то, что будет с тобой, с тобой, с тобой, со мной в судный день. Как будто нам говорят, брат, через месяц у тебя поездка, например, скажем, в такую-то страну, ты готовишься, с этим будешь встречаться, что будет, программу готовишь, правильно? На хач, например, собираемся, там, за месяц готовимся, какую одежду брать, что брать, что говорить, какие дуа, вот такая же поездка всем нам предстоит, и какое отношение будет с посланником Аллаха, салам алейсалям. Представьте, сейчас яуму аль-кияма, аль-эрд куллю ман алейха фан, судный день, на земле никого нет. Аллах, субханна, говорит, куллю ман алейха фан, никого нету, никого не останется в живых. И первый, у кого раскроется могила в судный день, посланник Аллаха, салам алейха фан. И всех людей, начиная с Адама, первый, кто выйдет из могилы, пророк Мухаммад, салам алейхи вассалям. Как сказал, салам алейхи вассалям, я господин, господин среди людей, и я не возвеличиваюсь этим. Аллах его сделал Саидом. Я первый тот, чья могила раскроется, и я выйду из нее. Почему, знаете, почему первому пророку Мухаммаду, салам алейхи вассалям, задать вопрос, как вы думаете, почему именно пророк салам алейхи вассалям первым выйдет, для чего это? А? Да, знаете, как будто, когда мы с вами выйдем с наших могил в судный день, а перед нами будет посланник Аллаха, салам алейхи вассалям, как будто он говорит, будьте спокойны, я с вами. Я первый пойду, вы за мной, субханам Аллах. Аллах в Коране говорит, Аллах не будет наказывать их до тех пор, пока ты среди них. Когда ты среди них, Аллах не будет их наказывать. И Аллах не будет их наказывать до тех пор, пока не просят прощения у Аллаха, субханава-те-Аля. Люди будут стоять в судный день, сколько? 50 тысяч лет, как сказано в Коране. Один день, 50 тысяч лет, а один день судного дня у Аллаха, как тысячи лет из того, что вы считаете, говорит. Вот столько будут люди стоять. Люди все будут жажды, хотят пить, спотеют. И пойдут к пророку Мухаммаду, как знаете, в достоверном хадисе, придут к Адаму, будь за нас заступником. Адам, алейсалям, скажет, идите известный хадис. Нух, алейсалям, к другому пророку, к Мусе, Иисе. Дойдут до Иисе, чтобы он был заступником за них. И Иисе, алейсалям, скажет, идите к Мухаммаду. У него есть дуа, которую Аллах обратно не вернет. То есть, субханаллах, все пророки, все пророки, которые были, 124 тысячи пророков, из них 313 посланников, все свои дуа использовали, кроме пророка Мухаммада, который оставил за нас с вами, за уму в судный день. Валлахи, посланник Аллаха любит нас, братья. Валлахи, посланник Аллахи. Он мог бы сделать эту дуа за свою семью, за Фатиму, за Айшу, но он оставил за свою уму в судный день. И скажут, Иисе, идите к Мухаммаду, у него осталась дуа, которую Аллах обратно не вернет. И все люди, все общины, не только общины пророка, все общины будут идти к пророку Мухаммаду. Все пророки, все пророки, Муси, Адам, все придут к посланнику Аллаха. Я, Мухаммад, ишвай лана, инда Раббик, фа кад ахалаканал Аташ вал джуа. О, Мухаммад, будь заступником за нас перед своим Господом. Мы хотим пить, мы устали. Аташ, сильная жажда судного дня. Солнце на расстоянии копья. Все спотели, все в поту. В этот момент, представьте, посланник Аллаха скажет, Я попрошу, я попрошу, я попрошу. Говорит, саллаллаху алейкум, Я приду и стану с правой стороны трона Аллаха, Арша Аллаха. Прочувствуйте сердцами это событие, которое нам с вами предстоит. Смерть – это дверь. И каждый в эту дверь зайдет рано или поздно. И сильные, и здоровые все пройдут через эту дверь. И я, и вы, и все мы. И с нами это предстоит. Я приду, саллаллаху алейкум, сказал, И сделаю сажда С правой стороны Арша милостивого. И в этот момент белой завистью Буду смотреть на меня все пророки, Все посланники. Что пророк, саллаллаху алейкум, пришел И сделал сажда, земной подклон Под Аршем Аллаха. И буду восхвалять Аллаха Смотрите, ключ. Знаешь, саллаллаху алейкум, Буду восхвалять Аллаха Теми восхвалениями, Которые я раньше не восхвалял. Новыми восхвалениями буду восхвалять. И буду просить заступничество. И Аллах скажет Люди обрадуются в этот момент. Люди обрадуются в этот момент. Пророк, саллаллаху алейкум, будет говорить О мой Господь, моя умма, Моя умма за нас с вами просит. Аллах, он нас любит, саллаллаху алейкум. Умма-ти, умма-ти. И потом сверху увидит Что-то такое черное, как тучу. И будет смотреть посланник Аллаха, Саллаллаху алейкум, Скажет, это моя умма? Ему скажут, нет. Другую темную что-то тучу увидит И спросит, это моя умма? Это моя община? Ему скажут, нет. Это умма Адама, Нуха, и так далее. Другого пророка, других пророков. Яقول, потом говорит, саллаллаху алейкум, И потом я увижу Большую черную тучу, И сам себе скажу, Иди, иди, вот это моя умма. Ему скажут, нет. Это умма Муса, Посмотри, что выше этого, Пророк говорит, я подниму голову, И увижу большую-большую черную тучу, И скажут ему пророк, Саллаллаху алейкум, Это твоя умма, Это твоя община, И вместе с этим 70 тысяч людей, Которые зайдут в рай Без спроса И без наказания. И большая цифра из всей уммы, 70 тысяч людей. В этот момент Обрадуется посланник Аллаха, Саллаллаху алейкум, То есть, смотрите, Сейчас вот хронологию, смотрите, Пророк, Саллаллаху алейкум, стоит, Еще расчет с удовольствием спрос не начался. Все люди хотят пить. То есть, посмотрите, Какая любовь пророка, Саллаллаху алейкум, Хотят пить, устали, в поту. Придут люди, жаждущие пророку Мухаммаду, Саллаллаху алейкум, И принесут ко мне в этот момент Мой минбар, Сказал Аллаху алейкум, Минбар, это вот, куда имам поднимается, Кафедра. То есть, если кто был в Аль-Хараме На пятничный, Кто читал в Аль-Хараме, Привозят на колесиках, Видели такой минбар? Вот так же принесут мой минбар, Сказал Аллаху алейкум, И поставят его на мой водоем. И увидят люди, Как на уровне горизонта, Сдалека будут видеть мой водоем, Его цвет будет белее, чем молоко. Вкус слаще, чем мед. Водоем, посланник Аллаха. Посуды, вот эти стаканы, Из которых кубы будут пить верующие люди, Подобно такому количеству, Сколько звезд в небесах. Салаллаху алейкум сказал, Я стану у своего водоема, На этом водоеме минбар, Посланник Аллаха. Теперь давайте вернемся в историю вот этого минбара. Что за минбар? Когда пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Пересмертью, Пересмертью пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Хотел навестить Шухадая Ухуд. Шахидов, которые погибли, Которые, Хамзе, Радаллаху альху, Были на Ухуде. После битвы Ухуд, Хотел пойти далеко, Расстояние, Это сейчас близко, Через скалы проходил, Салаллаху алейкум, Из Медины на Ухуд, Посмотрел, Вспомнил битву при Ухуде, Вспомнил, Как убили Хамзу, Радаллаху альху, Уоруджу альмарида Альбакия. Когда его возвращался, Он устал и заболел Около макбара Альбакия, Около кладбища Альбакия, Которая рядом с мечетью Посланником Аллаха, Салаллаху алейкум. И эта ночь, Была ночь Его супруги Маймуна. То есть, Он должен был ночевать У супруги Маймуна. И уставший был. И пришел к Маймуне И сказал, Я Маймуна, Иджима Аилии, Сувей и Хидатик. О Маймуна, Собери своих сестер, То есть, имеется в дуру Всех моих жен. И все они собрались В комнате Маймуна. И тогда Пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Попросил разрешение Маймуна, Говорит, То есть, Дай мне разрешение, Я болею, Провести свою болезнь С Аишей, В комнате Аиши. Она ему дала свое добро, И все женщины дали свое добро. И когда его взяли Постаник Аллаха, Салаллаху алейкум, Из комнаты Маймуна Понесли, Он уже себя тяжело чувствовал, Салаллаху алейкум, Понесли в комнату Аиша, Люди увидели то, Что его понесли Пророку Мухаммада, Салаллаху алейкум, И в Медине распространился слух, То, что Пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Заболел. То есть, представляете, Самый любимый, Дорогой человек Для них заболел. То есть, не дай Аллах, Если, например, Папа заболел, Мама заболел, Ты ночью спать не будешь. Я, вот, Каждый знает, наверное, У кого ушли родители, У кого заболели, Я по себе знаю, Ночью не спал, Папа заболел. А это самый Пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Самый любимый для них. И, Как они переживали За Пророка Мухаммада, Салаллаху алейкум, В этот момент Собрались Пророк Мухаммад, Салаллаху алейкум, Был в комнате Аиша И услышал Слухи за дверью. И тогда спросил Аиша, Что это за голоса? О, Аиша. На что она ответила, Это твои сахабы, Сподвижники. Слышали то, Что ты заболел И переживаю за тебя. Пришли. Смотрите, Какое сердце, Мягкое сердце Нашего любимого, Салаллаху алейкум, Что говорит? Возьмите меня, Сам не может. Возьмите меня, Я выйду к ним, Я выйду к ним, К сахабам своим. Аллаху, Пророк Салаллаху алейкум, Милосердный, Постаник Аллаха. Аллаху алейкум, Говорит, Пришел к вам посланник, Переживающий за вас. Посланник Аллаха За нас переживает. Переживал за нас Аллах. Судный день будет переживать, За сахабов переживал. Несмотря на то, Что он сам не мог пойти, Возьмите, Я выйду к ним. По отношению к верующим, Рауф, Добрый, Рахим, Милосердный. Переживай за свою умму. Подняли его на мимбар, И он обратился к людям И сказал, К сахабам, Я, Эйюханнас, Я, Эйюханнас, Далагани аннакум хифтум алейкум, О, люди, О, люди, До меня дошел слух, То, что вы переживаете за меня. Эйюханнас, Инна мауиди лейса маакум фи дуня хуна, Валакин мауиди маакум фи лаахира. О, люди, Моя встреча с вами не здесь, в дуня. Моя встреча с вами в Ахирате, Судный день. Салава Алейханнас, Салава Алейханнас, Говорит, О, люди, Вы переживаете за меня, Дошел слух. Клянусь Аллахом, Моя встреча не здесь с вами, Моя встреча, Судный день будет с вами. Клянусь Аллахом, Как будто сейчас я стою на этом мимбаре, На этом кафедре, И он на моем хауды, На моем водоеме, Судный день. Я вас вижу, Как будто мы, Сейчас смотрю на вас, Как будто мы в Судный день, Мы с вами встретимся. Потом люди начали еще больше переживать За пророка Мухаммада И все молчат Никто не разговаривал Потом сел Присел и сказал Аллах не спослал мне Последняя сура Которую Аллах не спослал полностью Пророку Мухаммаду Ида жаа насур Аллах И люди начали между собой переговариваться И как будто он прощается с уммой Как будто он прощается И все сахабы молчали Слушали, что говорит посланник Аллаха И единственный, кто его прервал Абу Бакр Прервал посланник Аллаха Встал Абу Бакр Посмотрите, посланник Аллаха Все молчат, пророк болеет, говорит Все молчат, встал Абу Бакр И прервает его И говорит За место тебя мы отдаем родителей, отцов И маму за тебя Посланник Аллаха То есть За тебя мы можем откупиться Своими детьми Нас детей не жалко ради тебя Супруг Наше имущество, богатство Наши души За тебя отдадим Я Расуль Аллах И в этот момент люди смотрят на Абу Бакр И говорят Сядь Абу Бакр Как ты можешь прервать посланник Аллаха Как ты можешь прервать речь посланника Аллаха И в этот момент пророк Разозлился, рассердился И сказал Оставьте моего друга Я никому не позволю повышать голос на него На Абу Бакр Оставьте, пусть говорит То есть как будто он говорит Абу Бакр это красная полоса, красная линия Никто не может против него говорить Клянусь Аллахом И так есть Есть дверь Абу Бакр только дверь была открыта Как он может Не злиться Ведь это был его другом Посмотрите какая его дружба Сейчас вот Какая дружба среди мусульман бывает Один другого за спиной что-то говорит Что-то делает Что-то где-то там обзывает Или еще что-то Подставляет И за денег Близкие братья И за денег Сколько ему тут разбирательства Друг друга проклинают Бьют И так далее Дунья зашла в сердце И в этот момент Пускай Абу Бакр говорит То есть пророк Саллаху алейсалям Пересмерть его То что говорит Пускай говорит Сейчас возвращаемся в судный день То есть говорим о чем Амимбаре Мы ушли из темы Говорили что за Амимбар Вернулись Связь между пророком Дружбой и Абу Бакром И сейчас хотел бы Чтобы каждый из вас Просто прочувствуй Вот судный день Люди Тысячи Тысячи Сотни тысяч лет в могилах Встали Устали Сколько стояли Жаждуют Представь брат мой Вот эту вот ситуацию Представь то что с тобой будет И тебе говорит Посланник Аллаха Ишраб Файзали Тебе говорит Судный день Посланник Аллаха Как ты себя чувствуешь Говорит Посланник Аллаха Дает из своего водоема Говорит Попей Файзали Решат Тебе говорит Посланник Аллаха Попей вам говорит, протягивает руку, попей вам каждому брату, как ты прочувствуешь в этот день посланника Аллаха и в этот момент ты хочешь попить и пророк салаллаху тебя зовет, не просто ты хочешь взять стакан чтобы попить вот этот куб, пророк салаллаху обратно забирает и говорит нет, я сам тебя напою я сам тебя напою Файзали и Мухаммад, каждый из вас дай Аллах, чтобы он всех нас напоил из своей руки ты сделаешь глоток после этого никогда больше не будешь чувствовать жажды дай нам напиться сделай глоток из руки посланника Аллаха после которого мы не будем чувствовать жажды, всем нам всем, кто братья на улице стоят кто пришли на джума, которые в другие города чтобы всем мусульманам вот смотрите хронологию, люди будут пить все, хорошо но судный день еще расчет, спрос не начался теперь идут смотрите поочередность в начале заступничества посланника Аллаха потом сяка потом люди пьют из водоема посланника Аллаха и сейчас начинается спрос экзамен сейчас вот начинается и все будут идти по сирату по мосту Аллах в Коране говорит каждый из вас пройдет по этому мосту по этому мостику теперь задается вопрос все хорошо посланник Аллаха что все хорошо я их напоил я все они ко мне пришли сейчас счет пускай они сами рассчитаются за свои дела и кто в ад в рай так? нет здесь не оставил посланника Аллаха здесь не оставил нас саллаху алейхи вассалям начался хисаб каждый будет каждого Аллах будет спрашивать и Пророк будет идти рядом с мостом и смотреть кто проходит и в этот момент будет делать дуа Аллаху спаси спаси Аллах спаси за каждого из вас посланник Аллах представляете на экзамене сидит человек который может договориться например с директором и так далее хорошо кто на двойку тянет троечку поставьте чтобы закончил диплом получил или пятерку дайте четверку договориться где-то экзамен какой-то спрос здесь все обратно нет возвращения судный день или ад или рай и посланник Аллаха говорит то есть за каждого из нас просит Аллах то есть он со стороны с одной стороны потом посмотрит люди прошли на другую сторону моста пойдет и оттуда будет смотреть в начале страны ада потом страны рая посланник Аллаха заслуживает чтобы мы с вами любили его чтобы мы за него делали салават искренний из наших сердец любого человека приведи мне и скажи чтобы так тебя любил нету никто не так тебя не любит как посланник Аллаха все люди соберутся потом салават говорит в раю есть 8 дверей и расстояние от одного конца двери до другого конца двери ширина как будто расстояние между небесами и земли такие большие рая и потом клянусь Аллахом в дуне еще сказал придет день вот эти большие двери как между небесами и землей такие большие двери 8 таких дверей придет день когда люди будут толпиться около дверей этих этих дверей рая на хаджи кто был как толпа во время джамарата бывает там и так далее это еще ничего будут толпиться такие большие вроде между небесами и землей такое расстояние будут люди там стоять и люди придут к двери рая Мы с вами придем к дверям рая. Но дверь еще не откроется. Все пророки, Адам, А.С., Нух, А.С., Мусс, А.С., Ибрагим, Закария, Яхья, все будут стоять и ждать. Потом, придут люди к пророкам, к Адаму, А.С., и будут просить заступничества. И скажут, О, Адам, ты за нас не был заступником, не просил за нас заступничества. Сейчас будь заступником. Открой нам дверь в рай. Мы хотим зайти в рай. Он скажет, идите к Нуху, А.С. К Нуху, А.С., придут. Скажут, мы все уже устали. Сотни тысяч лет в могиле лежали. Судный день прошел. Весь страх прошел. Все, осталось только зайти в рай. Ну, А.С., открой нам дверь в рай. Мы хотим зайти в наши дома. Так судный день, Субханаллах, будут идти. Потом придут к пророку Мухаммаду, С.А.С. Я, Расуль Аллах, ищ фаалена. О, посланник Аллаха, будь заступником за нас. И сказал, Наби, С.А.С. Если Аллаху предоставил мне, что я оставил баку, поистине Аллах разрешил мне постучать в дверь рая и постучить в дверь рая. Представьте, это событие судного дня. Все толпятся. Посланник Аллаха, С.А.С., к дверь рая подойдет, постучится в дверь рая. И тогда стражей рая кто? Редуан. Редуан, А.С. скажет, Мухаммад. Тебе мне было приказано открыть. Откроются двери рая. Каждый возьмет за руку постанника Аллаха по одному, поочередно, и будет заводить в рай. Будет везти и ведет в твой дворец, который в раю. Это твой дом в раю. Заведет тебя в твой дом. Субханаллах. Какой? Не сделай для нас харамом, чтобы постанник Аллаха не взял нас за руки и не вел нас в наши дома в раю. Сделай, чтобы постанник Аллах каждый из нас взял за руки и вел наши дома в раю. Великое событие. Все хорошо. Зашли в рай. Теперь что? Все? Каждый в раю? И постанник Аллах, тоже отдыхает? Нет. Янзурннаби, саллаллаху алейсалям, инна мин уммати, мин адхаллаху Аллаху ннар. Говорит, смотрит и видит, что есть некоторые люди, которых Аллах завел в ад. Нету в раю. Субханаллах. О, постанник Аллаха. Даже обитатели ада, за них ты переживаешь, которые ослушивались Аллаха, которые делали харам, которые ослушивались. Даже за них, субханаллах, даже за них ты милосердный, я, Расуль Аллах. И тогда говорит, Пойду опять под трон Аллаха, опять делаю сажда, земной поклон, и скажу, О, Аллах, есть из моей уммы кого ты взвел в ад. Аллах, прошу заступничества за них. Аллах скажет, Я, Мухаммад, ирфа арасак, и юхадд ли хадда. Тогда подними голову, Мухаммад, и даст ограниченное количество, кого можно вывести из ада. Иди, Мухаммад, выведи из ада. Я пойду, дам количество Аллаху, и кого смогу вывести из ада, вывезу, выведу. И потом, возьму их из ада, и заведу их в рай. Еще остались люди, которые еще остались, не вышли из ада. Опять приду. Аллах опять скажет, еще обозначь количество. Я обозначу количество. Опять возьму их из ада, веду их в рай. И так четыре раза. Потом, после четвертого раза, я постесняюсь своего Господа. И опять пойду сделать пятый раз земной поклон под его троном. И опять попрошу. О, Аллах. Я, Рабби, из моей умы есть люди, которые еще в аду. И я говорю, Аллах, я, Мухаммад, ирфа арасик. Аллах скажет ему, Аллах любит его. О, Мухаммад, подними голову. Иди, и выведи из ада каждого, у кого в сердце было «Ла Иллаха Илла Аллах». Я пойду, и выведу их из ада, и веду в рай. И я говорю, шестой раз, опять остались люди, опять остались люди, помимо тех, кто сказали «Ла Иллах Илла Аллах». Аллах скажет, я, Мухаммад, ирак, иди, Мухаммад, и выведи у кого хотя бы с пылинку, с горошинки, иман был в сердце. Выведи их, и веди их в рай. И я говорю, Мухаммад, саллаллаху алейху ассалям, ухрежу, ман ка нефи колбе, и вкале хаббати мин иман. И я говорю, ухрежу, всех выведу, последний у кого с пылинку веры, и все зайдут в рай. И пророк, саллаллаху алейху ассалям, зайдет в рай. Когда пойду в рай, я повернусь назад. И за мной будет идти человек, который хочет за мной зайти в рай. Я пойду, за мной идет один последний человек, хочет попасть в рай, но ангелы его тянут обратно. Смотрите, сердце посланника Аллаха, мягкое, доброе сердце, Он тоже из моей умы Аллах скажет О Мухаммад, ты не знаешь, что он сделал после тебя Ты не знаешь, какие он Какие ношества ввел в религию Ты не знаешь Униженным возьмут этого человека и выкинут в ад Это милость посланника Аллаха Милосердие пророка Мухаммада Пришел к вам посланник Сказал Всевышний Из вас же, из людей Переживающие за вас По отношению к верующим Он добрый, милосердный Знаете, мои братья Завершаем уже, сейчас будет Азан Знаете, кто будет достоин шафа'а Посланника Аллаха, вот это заступничество Приводится хадис Абу Хурейра Когда спросил пророка Абу Хурейра Пусть Аллах будет доволен Абу Хурейра за то, что ты спросил этот вопрос Посланника Аллаха Я Расуль Аллах О, посланник Аллаха Кому, кто заслужит твое заступничество в тот день? Смотрите, что сказал посланник Аллаха Ман каале ла иляха Мухлисан мин кальби Хуккат ламу шафа'ати Кто сказал Искреннее сердце Скажите сейчас Искреннее сердце Обязано будет ему мое заступничество Сказал пророку Мухаммад Все, зашли мы в рай и посланник Аллаха уже про эту дунья говорит. То, о чем мы начали эту лекцию. Салават сегодня побольше говорит за нашего любимого пророка Мухаммада, это в раю. А в этой жизни хотите, чтобы вам посланник Аллаха ответил, делайте салават за него. Как в достоинственном хадисе сказано, пророк Мухаммад сказал, если кто-то за меня сделает салават, Аллах возвращает мою душу, чтобы ему ответить. И в другом хадисе пророк Мухаммад сказал, если кто-то за меня сделает салават, Аллах посылает этому человеку ангела, которому отвечает привет, посланник Аллаха. Сейчас за вас сделал пророк Мухаммад, ответил на ваш салават. Просим Аллаха, Всевышнего одного, Всевышнего Аллаха, чтобы дал нам заступничество в студный день посланник Аллаха, чтобы преувеличил нашу любовь по отношению к нашему любимому пророку Мухаммаду, чтобы мы с ним радовались, так же сидели, как сейчас сидим, вместе кушали в раю, чтобы вместе обнимались, чтобы со всеми, это великий пячок.